В Луганске бандиты удерживают не менее ста заложников. Об этом в новой газете сообщила Анна Макраусова, волонтер проекта информатор.лг.юа. Как рассказала волонтер, сейчас в Луганске есть масса группировок, которые берут в заложники простых граждан. И вот по ее словам, в ряде случаев заложников используют как рабочую силу, а иногда просто в качестве живого щита. Среди заложников немало тех, например, кто нарушил комендантский час, введенный так называемой Луганской Народной Республикой. Освободить задержанных нередко помогают просьбы родственников. Но очень часто это обычный бизнес, говорит Анна Макраусова. Сейчас поставлю ее интервью. Есть данные о том, что там содержится не меньше сотни заложников. У меня есть контакт с родственниками порядка ста заложников, людей, которые до сих пор находятся там. Но это очень мало, и большинство людей это боится говорить. Заложники сейчас содержатся фактически везде. Это админ здания, это подвалы, это гаражи. Очень много бандитских группировок, и разные группировки ведут себя по-разному с разными категориями заложников. В большинстве случаев, например, если мы говорим о Луганске, если людей взяли на улицах для того, чтобы использовать как рабочие силы, скорее всего, их все-таки сначала побьют. Такое бывает чаще всего. Очень часто требуют денежные выкупы. Раньше были какие-то у них таксы в районе 20 тысяч долларов. Сейчас, насколько мне известно, в общем-то берут все, что можно взять. Продолжение следует...